здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорудин так как же правильно хранить черенки зимой чтобы весной они прекрасно укоренились и мы получили отличные саженцы и вот в этом ролике я расскажу о тех условиях которые нужно соблюсти и вообще что нужно нам знать чтобы наши черенки прекрасно хранились чтобы мы им создали самое лучшее условие по хранению и в конце этого ролика в качестве затравки к следующему ролику я покажу один интересный эксперимент гарантирую что вы такого еще не видели и вот этот эксперимент подтвердит от все то что будет в этом ролике и так осенью из вызревшей однолетней лозы мы нарезали черенки или просто берем длинные лозы для черенков лучше всего брать среднюю часть лозы и вот что нам нужно знать первое черенки ну и лоза это не безжизненная древесина в них накоплено питание углеводы и вот это питание будет расходоваться по мере хранения черенков как только это питание закончится то черенки могут погибнуть либо просто не укорениться второе лучшей температурой хранения черенков будет температура от 0 до плюс 5 градусов при такой температуре черенки расходуют питание при своем хранении очень экономно чем выше будет температура хранения например плюс 10 градусов тем больше расходуется питание ну и естественно почки могут пойти в рост раньше времени третье влажность воздуха должна быть приблизительно в районе 75 80 процентов это можно сказать идеальное условие для хранения следующее после срезки с куста содержание влаги в черенках 46 48 процентов то есть влаги мало так как зимой бывают очень низкие температуры и лоза должна содержать минимально возможное количество воды следующее при потере около 20-25 процентов первоначальной влаги в черенках черенках начинаются необратимые процессы и такие черенки или плохо укореняются или совсем не укореняются то есть высушивать черенки нельзя еще такой момент черенки для поддержания своей жизнедеятельности постоянно расходуют питание запасенная в них кроме того происходит дыхание черенки потребляют кислород воздуха и выделяют углекислый газ и вот исходя из этого чтобы черенки не подсушивались по мере хранения сразу после срезки черенки нужно вымочить в воде в чистое воде можно с полным погружением можно с погружением на две трети достаточно одних суток после чего черенки подсушиваем и помещаем черенки неплотно закрытый полиэтиленовый пакет можно в пакете прорезать несколько отверстий для дыхания плотно закрытом пакете черенки теряют много питания и могут погибнуть то есть это выглядит приблизительно так начало черенки были срезаны срезанные средней части в данном случае я их не обрабатывал марганцовкой можно обработать марганцовкой опустив на несколько секунд но такой не слишком розовый но и не слишком темный раствор марганцовки но это по желанию затем подсушить и видите на черенках нет никаких капель воды вот теперь их нужно отправить на хранение вот такой полиэтиленовый пакет и как я уже говорил во время хранения эти черенки должны дышать то есть должен быть доступ свежего воздуха если этого воздуха будет очень много то черенки быстро потеряют влагу это плохо если воздуха свежего не будет значит они задохнуться они очень быстро потеряют питание которое в них запасено поэтому нужно выбрать вот такой средний вариант обычно я беру вот такой пакет из-под макаронных изделий и эти пакеты сами по себе уже перфорированные то есть в них есть отверстие но дополнительно я еще делаю отверстие либо просто прожигаю гвоздем либо просто прорезаю небольшие отверстия ножом вот видите сквозное отверстие здесь их достаточно много у меня получилась вот такая упаковка ну видите вот они отверстия одно второе третье там четвертое пятое шестое можно сделать чуть больше можно чуть меньше и вот теперь эти черенки в этом пакете повторю не плотно закрытом пакете и вот смотрите вот ту оставшуюся часть я не стал заворачивать вокруг черенков то есть остались вот такие отверстия черенки будут дышать и по мере дыхания этих черенков они потребляют кислород выделяют углекислый газ внутри содержание углекислого газа увеличивается ну раза в три-четыре и это тоже очень хорошо когда содержание углекислого газа больше черенки еще экономнее расходуют питание которое в них запасено но обязательно должен быть доступ кислорода кроме того вот таком пакете будет влажность вот приблизительно 75 80 процентов и температура 0 плюс 5 и вот таких условиях черенки будут храниться длительное время кто-то говорит вот у меня холодильник с вентилятором он выдает все из этого пакета но если вы запечатаете свои черенки в несколько слоев вот такого пакета либо каждый черенок завернете в несколько слоев стрейч пленки то они у вас при длительном хранении просто задохнуться вы получите на выходе черенки сомнительного качества то есть никаких плотно закрытых полиэтиленовых пакетов никаких обматываний черенков скотчем и стрейчем не нужно помещать черенки в несколько пакетов три четыре пять пакетов этого делать не стоит все это приводит к плохому дыханию что происходит когда нет кислорода когда мы заворачиваем черенки в несколько слоев стрейч пленки дыхание черенков ослабляется они испытывают недостаток кислорода и такие черенки должны задохнуться и вот это и есть выпривание вот то выпривание о котором очень много говорят то есть отсутствие дыхания и так вы завернули черенки в пять полиэтиленовых пакетов черенки израсходовали весь кислород внутри пакетов и должны задохнуться но этого не происходит почему потому что виноград в процессе борьбы за выживаемость природе может поддерживать дыхание и без кислорода за счет углеводов которые запасены в лозе или черенках но если в обычных условиях когда например есть кислород для дыхания те же черенки для поддержания своей жизнедеятельности расходуют к примеру одну единицу питания в одну единицу времени то без кислорода это когда вы помещаете свои черенки в несколько полиэтиленовых пакетов либо каждый черенок заворачиваете в несколько слоев стрейч пленки то в таком случае черенки расходуют к примеру пять единиц питания в ту же одну единицу времени эти цифры конечно приблизительные но происходит это именно так и чем дольше вот такое хранение без кислорода тем меньше питания остается в черенках и тем больше шансов что эти черенки не укоренятся но этот процесс не быстрый я проводил например такой эксперимент и несколько десятков черенков помещал в воду с полным погружением на 60 суток и вот на выходе через 60 суток эти черенки были еще живыми но при укоренении побеги были очень небольшими а само укоренение было тоже очень слабым некоторые черенки вообще не укоренились но представьте если с октября по март хранить черенки вот таких неблагоприятных условиях без кислорода то вполне возможно к марту эти черенки просто потеряют очень много питания либо все питание и укореняться уже не будут а вот не плотно закрытом полиэтиленовом пакете черенки хранятся хорошо за счет того что пакет не плотно закрыт у них прекрасно происходит дыхание и они очень экономно расходуют то питание которое запасено в самих черенках кроме того во время такого хранения можно один-два раза в течение всего срока хранения дополнительно извлечь эти черенки из пакета промыть их в чистой воде и можно дополнительно вымочить в течение там 6 8 часов этому когда вы будете хранить свои черенки то вот учитывайте вот все то о чем я говорил например я для себя подобрал вот такой способ хранения в полиэтиленовом неплотно закрытом пакете теперь давайте собственно говоря о моей затравке по поводу следующего ролика что же будет в нем нем будет эксперимент который полностью подтвердит все эти теоретические данные о которых я говорил выше и смотрите когда я говорю о дыхании то например не совсем понятно но и мне в том числе а вот сколько все-таки нужно воздуха какой объем воздуха предположим нужен для того чтобы один черенок мог свободно дышать ну например с октября по апрель такой информации я нигде не нашел а поэтому вот поступил следующим образом я взял 6 литровую бутылку поместил в нее полтора десятка вымоченных в воде черенков и плотно закрыл и естественно вот такие черенки при таком способе хранения так как банка герметично закрыта они практически не теряют влагу кроме того в этой 6 литровой бутылки есть достаточное количество воздуха и возможно его хватит для того чтобы эти черенки хранились по март апрель месяц и кажется что я нашел идеальный способ хранения черенков но не буду торопиться и вы не торопитесь повторять вот такой способ хранения а вот результаты этого эксперимента я уже покажу в следующем ролике повторю эксперимент очень интересный и вы такого точно нигде не видели а с вами был юрий егрудин до скорой встречи до свидания пока